Компания «Газпромнефть» Муравленко заботится о здоровье своих сотрудников и членов их семей. Организация детского летнего отдыха – одно из социальных направлений, которые активно развиваются. Сегодня в Краснодарский край отправилась первая группа детей работников компании. Татьяна Сорокина расскажет подробнее. Первая группа детей сотрудников «Газпромнефть» Муравленко отправляется на Черноморское побережье. Из Ноябрьска самолет доставит их в Анапу, а оттуда – в детские оздоровительные лагеря «Нива» и «Креница» Геленджикского района. Уже ночью ребята будут на месте. Андрей Зубарев провожает свою дочь-четвероклассницу в летний оздоровительный лагерь «Креница». Говорит, до отъезда девочка считала минуты. Отзывы я читал предварительно в интернете. Отзываются только хорошо. Особенно отдых для детей. Единственный отзыв там негативный нашел – это по обслуживающему персоналу, кто обслуживал детей. Там были негативные атакты. Место очень прекрасное, живописное, на берегу реки. «Газпромнефть» Муравленко ежегодно организует детский оздоровительный отдых. В нынешнем году свое здоровье укрепят около 70 детей. Для сравнения, за три летних смены 2012-го отдохнули около 50 ребят. На сей раз решено увеличить количество смен до четырех. Они будут продолжаться по 22 дня. В лагерях созданы комфортабельные условия проживания детей, проживание в новых благоустроенных корпусах с трехместным размещением, в котором созданы все удобства для проживания детей. Квалифицированное педагогическое сопровождение с наличием воспитательных программ, обеспечение полноценного отдыха и развития ребенка. Пятиразовое питание, ежедневное двухразовое купание, медицинское обслуживание, собственный оборудованный пляж. То есть все создано для того, чтобы отдых детей был незабываем. Дети сотрудников компании не первый год посещают лагеря в Геленджикском районе. Качество предоставляемых услуг для полноценного отдыха детей в лагерях Креницы и Нива полностью удовлетворяет требования компании. Ежегодно в конце оздоровительного сезона Управление социального обеспечения проводит анкетирование родителей, на основании которого принимается решение, в каких лагерях будут отдыхать дети в следующем году. Сегодня на Черноморское побережье отправились 24 школьника. Татьяна Сорокина, Тимофей Сопильник. Новости нашего города.